Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Zoo Home Club и я Марина Рыбалтовская. У нас в гостях Екатерина Ткачева, прекрасный заводчик вот таких вот прекрасных гекконов, ресничатых бананаедов. Она приехала к нам в гости, чтобы я их пофотографировала. Мы много раз говорили, что я фотографирую все фотки на белом, которые у нас используются, делаю тоже я. Вот, сегодня Евгений Михайлович решил показать, как я это делаю. Мне очень неловко умолоть за процессом. На самом деле, да. То, что я вижу, это я в основном вижу кормовые части, склонившиеся над съемочным столиком. У нас везде аппаратура, везде зонтики, лампы, вспышки, провода, все как положено. Ну, так вот мы живем. С тех пор, как мое фотооборудование обосновалось в этом животнике, у него очень мало места. Его Евгений Михайлович теснит все время. Это лягушки, я вообще не при чем. Поэтому оно уже просто оказалось впихнуто между трехметровым террариумом и туалетом. Все, я как могу распихиваю свои лампы, чтобы делать картиночки. Новоколедонские, да, фото гекконы? Да, ресничные бананаедики. Правда бананы едят? Правда бананы едят, не все. И даже не все едят пюрешки фруктовые, малышей приходится приучать. Зато все отлично едят насекомых, сверчков. Как положено гекконом. Но они как кузнечики, конечно. Да, скачут они, конечно. Причем очень часто скачут не туда, куда кажется. Да, боковой прыжок у них, конечно, очень разный. Да, смотрят они вперед, а прыгают они куда-то, куда захотелось. У них невероятные яркости морфы, удивительные. Хотя собирает самых красивых гекконов. Я не знаю, у кого такие ресничные бананаеды еще у нас в стране есть. У него шикарные просто. Ребята, очень хочется сказать еще одну забавную штуку. Совсем недавно, буквально 20-25 лет назад, все гекконы рода Рокодактилюс считались не просто исчезающими, а некоторые были уже исчезнувшими, и увидеть их было невозможно. Новая Каледония, ну, сочли, что эти гекконы практически вымерли. И совсем недавно, лет 20 назад, 25 назад, первые гекконы некоторых видов были снова найдены на Новой Каледонии, попали в террариумную культуру, и сейчас практически все Рокодактилюсы прекрасно размножаются. Их очень много, они чрезвычайно популярны, хотя в природе их уже и нету. Поймите, Каледония закончилась, но все Рокодактилюсы это яркий пример сохранения видов в террариумной культуре. Если бы не террариумисты, эти бы животные, наверное, уже не существовали бы. Вот вам пример. Молодец, Катя! А теперь они еще и таких классных расцветок есть. На самом деле, Катя привезла полтора десятки гекконов поснимать. Рокодактилюсы Я фотографирую животных на белом фоне, мне нравится просто, что ничего не отвлекает от главного объекта. Это, конечно, многие выбирают съемку животных в его естественной среде, чтобы показать также и среду. Это тоже очень интересный вид съемок, но я не знаю, я выросла на старых энциклопедиях, где животных рисовали на однородном фоне. И можно было рассмотреть их целиком, все их особенности. Мне это так нравилось. И изначально, я еще когда училась на фотографах, мне все время говорили избегать белого фона, потому что это наиболее сложный фон для съемки в студии. Но Марина всегда наоборот. Да, естественно, я всегда все делала наоборот. И поэтому, когда начала снимать в студии, начала пытаться снимать тогда еще собак на белом фоне. Получалось поначалу, конечно, ужасно, но ничего, я навострилась. Поэтому и экзотику мне нравится снимать на белом фоне. Можно рассмотреть особенности каждого вида или вот особи, морфы. Классно. Готов. Я, конечно, люблю и другие фоны однородные. Там черный, особенно для темных и черных животных. Там все эти полтаны мне так нравятся, как получается. И рептилии. Очень, ну, змеи с фактурной кожей, если они лучше смотрятся на черном. Вот. Просто, 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 когда снимаю животных, не люблю отвлекать от них внимание. Очень спокойный. Молодец. Прям сразу занял. Как надо. Свет я выставляю заранее и в основном только помещаю животное туда, куда мне надо. Он такой мраморный. О, круто, круто, круто. Очень хорошо с Катей фотографировать гекконы. Она сама их постоянно фотографирует и знает, как их держать. Я прям счастлива. Да, поскольку процесс фотографии сложен, в первую очередь, тем, что обязательно должен быть хороший, надежный помощник, который контролирует животных, умеет их правильно посадить, умеет удержать в правильной, нужной позе, длительное время с ними договориться. Самостоятельно, хорошо и правильно снимать зверей, особенно в студии, довольно тяжело. Животные очень не любят сидеть так, как нужно вам. Допустим, рептилии. Да. Лягушки ты не представляешь тоже некоторыми. Заходи. Нет, я представляю. Рептилии, амфибии. Потому что с теплокровными, может быть, хоть как-то можно договориться. Если они ручные, да? Да, какую-то. Без ассистента то же самое. Даже с теплокровными не договориться. Они куда-то идут. Особенно ручные. Я снимаю разок с собак, кстати говоря. Иногда они легче, чем с рептилиями, с дрессированными собаками. Они стесняются, смущаются, начинают выделываться. Мы говорим, в первую очередь, конечно, об экзотике даже. Вот ручное животное, что оно делает, оказавшись на столе в студии? Оно бежит к тебе. Ты хватаешься за аппарат, а он уже носом в объективе. Ты говоришь, да подожди ты, а он снова бежит к тебе. Поэтому ассистент это... У меня так пряник снимается. Я не могу снять... У меня только один кадр, где пряник стоит на ножках, как нормальный сурикат. Потому что в остальное время он... Иди, давай, давай гладиться. Да, ему очень нравится контактировать с людьми. Это проблема. Это очень крутой бикон. Он похож? Ты знаешь, это его самый темный вариант. Он может быть прям светлый. Светлый вообще еще светлее. Он вообще какой-то бывает... Ну, я выкладываю периодически, когда ловлю его за какими-то новыми цветовыми вариациями. Белоснежка? Да, он вообще очень прям... Еще он очень классный. Он никуда не торопится. Он за всем следит. И замечаешь, что он следит прям за всем? Его если вот несешь по квартире, он прям головой даже крутит. В основном все просто пытаются уйти. А этот он прям смотрит, крутит головой, такой что-то ему все интересно. И стирали, ему тоже ты подходишь, и он прям на тебя голову так поворачивает. Ты такой, типа, чего? Здравствуйте. Реально позирует, смотря на то, что Женя сейчас позирует. Хотя очень красиво и страивает. О, молодец. Она здесь сейчас все помедленнее делает. Да, да, да. Специально позирует. Кстати, дрессированная геккота. Позирует. Ой, какая тонкая. Какая ты тонкая, хорошая. Они вот, да, отбрасывают хвостик во время опасности. Иногда просто стрессуют на транспортировке. Да, на самом деле они чаще всего при спаривании откидывают хвосты. Самцы их очень жестко хватают. Им не нравится. Понятно. Они спасаются самцов. Им кажется, что это как-то поможет. Но это не помогает мне просто становиться безхвостенькими. Ты улыбаешься, да? Посмотрите, это гекконяки улыбаки. Пока сидела с самцом, была худая. Потом, видимо, это живот перестало втягивать. Когда женщина расслабилась такая, типа, ну ладно. Эти гекконы, это гекконы, которые меняют цвет, как лягушки, как хамелеоны. То, что вы видите их окрас, это не значит, что он всегда у них такой. Бывает ярче, бывает тусклее по-разному. Они в этом плане очень интересны. Вот у вас оранжевый геккон, а он может быть и коричневеть, и краснеть, и желтеть, и даже белеть. В зависимости от влажности, настроения и так далее. Катя тут перепутала посума с гекконами и сказала, мне нужен такой геккон, он такой пушистый, такой хороший. И она скоро заберет этого ребенка к себе. Это наш маленький сахарный посум. Чудесная пушистая морфа. Чудесная пушистая морфа гекконов, да. Вот, поэтому спасибо большое Кате за то, что нас навестила. Мы оставим ссылку на ее группу ВКонтакте и Инстаграм в описании. Все, кому нравятся красивые ресничатые гекконы и другие пушистые гекконы, подписывайтесь. Катя там о них рассказывает. Уговаривайте Катю открыть собственный канал про милых питомцев. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока. Он такой толстенький. Он очень ее любит. Он ее уже знает. Вот он ее закапывается в ладошечку. Я так, ой, так вот хорошо. Плавленый геккон. Да, плавленый. Его пока заочно уже зовут Мякиш. Мякиш. Продолжение следует. Продолжение следует...